Сегодня решил поговорить с вами о кредитах, а именно о моем отношении к ним. Поговорим о том, почему в западных странах это столь популярное явление, и почему без них нам не ступить ни шагу. Как кредиты влияют на нашу жизнь, и нужны ли они нам вообще? Мы заглянем в мой банк, куда я отдам часть своей задолженности. Итак, экспериментальный выпуск. Поехали! Ипотечные банки Восхватывая имущество своих клиентов, не уплативших долга, превратились в крупнейших владельцев земель и городской недвижимости. Больше всего от деятельности ипотечных банков страдает мелкое и среднее крестьянство. Перед тем, как зайти в банки и ослабить удавку в виде кредита на моей шее, хочу показать вам свой банковский счет. Как вы видите, мой долг составляет 22 тысячи шекелей. В долларах это 6 тысяч долларов. Как для среднестатистического израильтянина, я еще в очень хорошем положении. Я уже не раз слышал от своих знакомых, что в современном обществе выжить без кредитов практически невозможно. И в чем-то они однозначно правы. Но одно дело взять кредит под бизнес, и совсем другое взять потребительский кредит. Вы меня спросите, а что с принципом «Жизнь здесь сейчас»? И я вам отвечу, такого принципа просто не существует. Его нам навязали маркетологи, продавая нам принцип, который несет с собой лишь разруху и не более. Ваша банковская история – это как страница в социальных сетях, где государство и банки могут взглянуть на вашу жизнь изнутри. Им важно знать, насколько вы финансово образованы и можно ли вам доверять деньги их инвесторов. Если вам доверяют, то процентная ставка будет ниже, а если нет, то выше. В США же, если у вас плохая кредитная история, вам придется очень не сладко. И это касается всего. От аренды жилья до обычных покупок в магазине. Здравствуйте. 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 Я смотрела на этот миллион лет. Что вы получаете? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. У меня есть уроки, примерно 22,000 сетей. У меня есть уроки. 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 Я не знаю, что я еще беру с детьми. У меня есть уроки необыкновенно. У меня есть уроки. У меня есть уроки, но я хочу. Я хочу этого. Окей. Не дают мне попросту влезть в долги. Дело в том, что мировая экономика, мягко говоря, находится в жопе. И то, что работало каких-то 40 лет назад, в 21 веке уже не работает. Либо работает, но очень неуверенно. Не могу даже представить себе, как это взять на себя бремя в виде суды на квартиру на 30 лет. Собственная квартира – это прекрасно. Личный автомобиль – это комфортно. А новый iPhone – это круто. Но разве быть свободным – это не круче? Субтитры сделал DimaTorzok